В молодежном центре прошло собрание под председательством Хокима области с участием руководителей секторов города и областных организаций. На нем было рассмотрено несколько вопросов. Одна из регулярно обсуждаемых тем – состояние каналов и коллекторов и благоустройства прибрежной территории. События, произошедшие этой весной, показали всю серьезность данного вопроса. Во время обильных осадков затопило многие дома жителей, проживающих рядом с водными объектами. На протяжении нескольких месяцев идут работы по их очистке, максимальному выводу из труб закатанных водных артерий, очищению прибрежных полос от различных зданий, создающих препятствия для въезда тяжелой техники. Примечательно, что большая часть хозяев жилых и нежилых объектов с пониманием отнеслась к проводимым работам и самостоятельно провела демонтаж зданий. По другим идут судебные разбирательства. Застройки барьеры на водном пути сосредоточены по улицам Амира Тимура, Сиопча, Лутфи, Курчатова, Махмуда Кашгари и других. В данное время готовится презентация проекта по теннисным кортам возле президентской школы и Макаронки. Будет объявлен тендер на выполнение работ. Следующий вопрос был посвящен проведенной работе руководителями секторов в социально-экономической сфере в городе Самарканди. Как отметил Хоким области, самые низкие показатели по налоговым поступлениям бюджет в городе Самарканди и Ургутском районе. Объем производства 20 из 32 действующих крупных предприятий на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно снизился. В разрезе отраслей по состоянию на 23 июня текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го налоговые поступления 1590 предприятий сократились на около 13 миллиардов сумм. В мае текущего года по сравнению с февралем оборот 210 из 1756 предприятий сократился на более чем 146 миллиардов сумм. А в феврале 270 предприятий с оборотом почти 56 миллиардов сумм вообще не работали. Говорилось о том, что при анализе деятельности ряда предприятий выявлена существенная разница в рабочих местах, указанных в налоговых декларациях. Так, например, в отчетности 631 организации указано 853 сотрудника, а в реальности работают 1269 человек. Это говорит о том, что инспектора на местах закрывают глаза на явные коррумпированные факты. Это значит, что неучтенные работники лишаются трудового стажа, соответственно, нет и налоговых поступлений. Хуким области дал поручение провести мониторинг всех организаций предприятий по численности работников и объема налоговых поступлений. По окончании руководителям секторов налогового управления, управляющим коммерческими банками, были даны конкретные поручения по налаживанию экономической стабильности и повышению благосостояния населения.